Всем привет, друзья. Утро. Утро. Иду теплицы открывать. Сегодня жарко будет. Небо светлое, солнышко. Температура такая, что в футболке идут. Управлялась в жилетке тоже просто. Короче, тепло. Так что, сейчас теплицы откроем. Вон они, помидорки. Сидят, приживаются. Не вялых, в общем-то, слава богу, нет. Значит, я их удачно высадила. Никто не заболел. Питуньки мои вчера, которые посадила. Это вот у меня сломанная одна чашечка сюда попала. Самое, как сказать, не на глазах место, которое. Вот. Корову подоили. Сейчас еще процежу и пойду на работу. Собственно, теплицы вот открою. Такие вот дела. Лето, лето, слушайте. Все хорошо, красота. Так. Эти у меня никак не заберут в ящике. Там заболел человек, который должен был забрать. Ну, сказал, вот, день-два, говорит, и приеду. Они, конечно, страдают. Их надо высаживать. Потому что, во-первых, я их все переколупала, все равно эти ящики. Но ничего. Они как раз, наоборот, маленько вид приобрели. Потому что сразу, когда распикируешь, они это, вяленькие маленькие, когда поковыряешься в ящик, как-то корни повредишь-то. А сейчас они, наоборот, стали красивенькие. Перчики. Все в порядке. Сегодня огурчики посажу. А вот, еще одна есть идейка для огурчиков. Дело в том, что у меня для огурцов больше места-то... Ну, нет, есть еще вон тот парник, но его надо ремонтировать. Там крыша, в общем, вот эта армированная пленка прохудилась. Сегодня думаем с бабушкой. Говорю, давай посмотрим, сколько, наоборот, стоит пленка. Говорю, сейчас вот эту вот светлицу рекомендуют. Она там 7-10 лет годная остается и все такое. Короче, полезли мы, чтобы на вот эту тепличку взять светлицу. Я тут говорю, давай посмотрим. Она 200 микрон, толстая пленка. Действительно, долго будет стоять. Ну, короче, знаете, сколько стоит? 9-700, чтобы нам все сделать. Потому что нам надо, считай, вот эту теплицу, которая вот ходила. Там эта армированная тоже, и она уже как молоко стала. Там вообще свет плохо проникает. Чего я только в том году не догадалась еще, что из-за этого у меня помидоры там тянутся и не очень плодоносятся, потому что там темно. Там просто темно. Я сиреней-то выпластала, конечно, которые за ней стоят, что они тоже притянутся. Но в какой-то мере они, да, они в какой-то мере тоже притяняли. Сейчас я вам еще раз покажу. И вот эта армированная пленка, она, видимо, под влиянием солнца и времени, она не разрушилась еще. Ну как, так, не брошится она. Вот, видите, на боках. Я уже сиреней-то убрала. Все тут, как бы, ветки большие были, все закрывала. По сути, ее вообще, эту теплицу надо ремонтировать. У нее хорошие стоят металлические эти, как они, дуги, не дуги. Вы, короче, поняли, да, столбики все это металлические. Но прожили, все вот эти вот уже гниют, конечно, надо все менять. По сути бы под поликарбонат подводить, но этим надо заниматься когда? Этим надо заниматься с осенью, видимо. Потому что рано весной все высаживаем. И вот опять не успели мы, короче. Но бока вот эти вот, обшить более прозрачной пленкой, я считаю, надо. Поэтому я задумалась, что надо сейчас смерить мне сколько бок, сколько длина. И, в общем, купить уже более прозрачную пленку, и света будет гораздо больше в этой теплице. Вот. Но модная светлица не для нас. Слишком дорого. Я не готова 10 тысяч выложить. Пусть даже она 10 лет будет стоять. Я, знаете, лучше через 3 года сменю. Ой, батюшки. Батюшки. Какие бабочки-то сидят. Красивые. Посмотрите, абрикоза цвел. Академик. Ну, молодец. Академик, кстати. Ой, пчелка прилетела. Смотрите, как творится. С самого утра работают все и бабочки, и пчелки. Я вам сейчас покажу. Вот она. Вот она. Вот она, красавица. Летай. Давай, давай, ополяй. Я тебя спугнула. Спугнула. А вот. Фаина, к сожалению, не очень цветет в этом году. Опять же, не знаю. Может, и фаина не для нас. Но вот она, фаина. Видите, несколько бутончиков только и все. Ну, ладно. Это мои эксперименты. Все с абрикосами, конечно. Ну, пусть Академик хоть. Хоть несколько абрикосиков нам даст. И что-то не могу понять маньчжурский тоже. Вроде бы мне казалось, что там цветочки будут на маньчжурском абрикосе. Но пока не видно. Зато сибиряк Байкалова меня вдруг порадовал. Который мне с Агросимфонда прислали. Вот. И на нем цветочки уже. Он еще, считай, первый год. Вот он стоит. Маньчжурский. Но что-то я его понять не могу. Мне казалось, что здесь цветочные почки. Но что-то он какой-то наоборот. Видите, стоит непонятно. Даже листы не вижу. То ли он такой поздний. Ничего нету, короче. Смотрите. Садов России. Мамонтенок. Уже цветет. А уже цветет. Дальше. Это вот то, что у меня осенью пришло из садов России. Вот они. Ягодки уже будут. Это Бореал Близзард. Это канадцы. Как рано. Слушайте, а канадцы должны позже. Но как позже. Ой, ну вы гляньте. Молодец. Некоторые костики эти надо убирать. То ли подмерзли, то ли что-нибудь сохнут. Не знаю. Шмели. В основном работают сейчас шмели. Так, ну ладно, Алеша. Там индюков открыл. Молодцы, молодцы. Шмели работают. Вон они. Смотрите, сколько шмелей. На каждом кустике, если приглядеться, по одному шмелю. Я вчера смотрела. Хотела. Так, ну все. Здесь все открыли. О, даже сюда кто-то залетел, да? Кто сюда залетел? Кто-то летает. Перчики цвести пытаются. Не знаю, завяжут. Нет. Смотрите, как быстро травка возошла. Коврик такой. Мульчировать надо, наверное, да? Чтобы не это. Вон они, цветочки. Фу. Так все, слава богу. В общем, тепло пришло. Сейчас будут расти. Вот. Редисочка. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Посадила в лодочку петуни. Вот. И остались. У меня вот там два ящика с цветами еще рассадить. И вот эту гряду доделать надо. Не идти бы на работу, все бы переделал, как говорится. Но надо идти. Идти надо работать. Хоть на пленку заработаю. И то вперед. Вот такие дела. Ну ладно. Пошла. А то опоздаю. Опоздаю. Уже девять доходит. Все эти блинцы открыла. Все нормально. Так что вот так посмотрим, что там, как день сложится. Матвей сегодня ко второму уроку ушел. Ну и Фим, естественно, к восьми ушел. Понял? Фима сегодня долго, да? Двенадцати часов будет. Получается там с небольшим. Вот. Так что все нормально. Фарш достали. Будем что-то с фаршем делать. Матвей говорит суп с фрикадельками сделать. А? Да нет, я рассказываю. Бабушка сидит, смотрит телефон. Так. Вот такой сегодня бабушка нам обед сварила. У нее всегда большие котлетки. Фрикадельки, как котлетки. С лапшичкой с мелкой. Ну, в общем, обычный супик вот такой. Алеша сидит, тоже обедает. Сейчас надо. Это самое поедет. А, еще картошку сварила. Вот, бабушка сидит. Привет всем. Давно тебя не видели вблизи, да? Да здесь, я всегда здесь. Здесь на месте. Дед съездил уже какие-то штуки купил вон опять. Сверло. Там сварил я. Маркер какой-то и шайбы. В общем, что-то он опять мастерит. Фадей, ой, Ефима сегодня где-то же привез с Фадеем. А встречали, Алеша, чтобы что-то занят был на работе. Вот, Фадей сейчас пораньше ушел. Сегодня ему 12 с чем-то. 30. Вот. Оделся физкультурно. Ему сейчас успела, погладила. Еще с работы пришла быстро-быстро за 5 минут и отправила его. Уже полегче, потому что сегодня 28 градусов. Он говорит, мне жарко в тех штанах. Давай полегче. Ну, в общем, полегче штаны ему. Погладили до кофты. Слушайте, уже 28, да? Уже по 30 подбирается. Вообще сегодня... Солнышко подержит. Ну да, пойдем сейчас мы... Что-то надо формировать нам под капусту в ряду. Сейчас будет... В общем, пойдем в огород сейчас заниматься. У меня еще время сейчас часа 3 есть. Буду работать в огороде сейчас. Фух, иду показать вам мою работу. Телефон стоит, надо забрать. О, в общем, капуста. Высадила. Жарко вата, конечно, для нее, но она у меня маленькая. Она хорошо приживется. И так это большие лопухи, когда они плохо переносят в жару по пересадку. Но сегодня все равно к вечеру. А сейчас уже по прохладе снаем хорошие. В общем, здесь рядок и здесь два рядка. Вот и мне, в принципе, хватит. Больше нам не надо. Все, как-то не знаю, кто я представляю, как я поближе. Я сначала, потому что работала еще в теплице. Все, упарилась, как будто в бане была. Вся растрепалась на ветру. О, Налюша уже пришел. Все, жди, жди. Жди, жди. Пока капусту не высаживаешь, жди. И что ты какой? Шустрый. Ему надо меня в магазин свозить и тоже дело делать. Ты что это босичком-то? Что босичком-то? Все, жарко? Я тоже там, блин, чуть не упала просто. С эти помидор. Все? Все вытащил? Так, и вот этот вот. И вот. Да? Какой ты сильный. А у меня не хватает сил. Мне приходится перекладывать эту землю. Вот здесь вот этот участок из-под капусты тоже. Видишь, какая маленькая редисточка там. Все, я уже все капусту высадила. Эту мне не надо, она мелкая какая-то. Не надо, не надо. Смотри, ты это самое. Не надо так делать. Ты сейчас напрягешься, и ты, во-первых, и себе спину срывешь, а во-вторых, ты на пол все насыпешь. Ты немножко сгреби сверху хотя бы. Слышь? А то, ты смотри, ты вон там вытягивал, ты все к стеклу завалил, землю. И поэтому сверху отгреби хотя бы сантиметров 10 лопата, а потом уже вытягивай. Вот, он мне уберет сейчас эту ткань. И сюда надо будет привезти, получается, я сколько? Я 6 телек вывезла, 6 телек привезти надо будет. Да, до сюда. Фу, так, сейчас мне осталось колышки подписать для капусты. Я то есть забуду, где что посадила, и опять не буду знать, какая у меня капуста где. Поэтому, хоть он меня и торопит, а сейчас в бочку набираем кончик. Сейчас надо доделать, уже раз взялась. И что не успеваем, бегом, бегом. Дед мне хорошо хоть спахал под эту капусту сегодня. Вышел с большим мотоблоком, маленьким, всяко разным мне пахал, напахал. Вроде посадила. Так, отъезжаем от мясного этого киоска. Купили головки, он там на полу валяется. Сегодня Алеша нас не порадовал. Ездил он менять колеса. Ну, там у него в шиномонтажке знакомые. Они ему всегда и ремонтируют машину. Собственно, какие цветочки, смотрите. Розы всякие, петуни, что-то у меня тут там. Вон, идти, что на рынке-то продается. Всякие штуки. Сюда-то сходим в пятерочку и мы поедем. Не, не хочу сюда. Давай, надо, где-нибудь там. Здесь народу знаешь, сколько сейчас? Лучше в монетку какую-нибудь тогда уж. Ой, собачка. Вот, и ничем не порадовал тем, что нашли у него много неисправностей. Что там у тебя вылезло за втулки-то? Как скажи неправильно. Лопнуло что-то. Пыльник. Пыльник лопнул, порвался. В общем, говорит, там масло бежит прям на колесо. В общем, надо срочно ремонт делать. Солидол. Солидол. Солидол весь. Солидол весь, который в пыльнике на шрусе, он вылез. Соответственно, нет, не идет смазки. Ну, понятно. В общем, что там еще? Амортизаторы ему сказали, надо менять. А сами втулки или что там надо менять? Разбило, нет? Наконечники мне еще писали в фактебе. А в тот раз еще, который надо было менять. Сальники. Короче, говорит, ремонт на 15 тысяч минимум. В смысле? Это запчасти. Запчасти, запчасти, она еще реплюсь ремонт. Ну, я говорю, минимум. Заметь. Короче, вот так будет сегодня заказывать все в магазине. Завтра. Завтра в онлайн какой-то ты, да? Или как-то заказывать? А как ты? Ну, в этот вот поедут еще время заказывать. А, в магазине прям у них онлайн-то нету, да? В общем, вот так маленько вам покажу. Улица наша как-то, чего распускают зелень. Вот. Уже распускаются некоторые кустики. Так, ой. Какой-то флаг мне тут под бок засунули. Что это за флаг? На 1 мая? Или куда это? На 9 мая? ГТО-шный. А, ГТО-шный флаг. Сижу на флаге, в общем. Так, что вот так? Опять непредвиденные расходы. Хотела пленку купить хоть какую. Сейчас, похоже, придется с пленкой подождать. Да? Что-то придется с пленкой отложить. Ну, ладно, пока маленький помидор еще ладно. Но надо будет, конечно, как-нибудь сменить. Мы сейчас еще за комбикормами. Корови не хватит до выходных. Олюшу, говорит, там осталось на день. Так что сейчас съездим, комбикорм докупим. Решили туда в Политаевку съездить. И не на привоз, на привозе уже закрывается. А здесь они до 7 сказали, да, по-моему? До 7 я не работаю здесь подольше на час. Вот. Твихо у меня там к теплице доделывает уже, возит уже землю, сейчас привезет. И завтра уже можно будет помидоры довысыть, наконец-то. Ну, сегодня бы, конечно, вообще, даже если подготовлено бы все было, очень жарко в теплице. Сейчас тут все еще 29 градусов. Сегодня декорд в Екатеринбурге полградос за 100 лет. Да? Я говорю, суть прям очень жарко. 27 сейчас уже прибавилось. Сейчас только что было 28, уже 27. Ну, сбавляется к вечеру, конечно. Такие вот дела. Что, да, может, в этот сходим-то, в магниты, которые на фабрике? Давай, сколько там без тележки надо, это будет. Так нам много-то шибко не брать. Так что, нормально. Ну, если ты со мной пойдешь, чтобы одну корзинку ты, одну я. Вот так вот. Даже тут шиномонтаж все. Видимо, спросом точно используется. У нас тут сонное царство. Потому что уже вечер. И вот я их балую. Я им все еще коврик теплый не выключаю. Представляете? Они уж оперились почти. Рябушки. Ложитесь, ложитесь. Я так мимо проходила. Сегодня им банку поставила, полтора литра уже. Корм так быстро стали съедать полную. Насыпают, хватает только на два дня. В общем, надо им. Специализированный свой покупать. Это индюшачий. Они его съедают. В общем, убывает, убывает. Смотри, что не шурши. Ребят разбудишь. Так, ну я пошла в Байкал. Сейчас еще есть дам. Уже 9 часов доходит. Корова уже подоила. А, девка бегает. Девка бегает. Нет. Ой. Где тут свои столики разложить? Да. Что ты делаешь, деда? Я ему чашки не даю. Он их зря использует, так скажем. Разгрызает. Вот. Зоря, все, подоилась. Сейчас я на поезд еще. Вкусно? Ешь давай, ешь. Доедает уже рулон-то. Ты только вот на пол накрошила опять с пола. Ты тоже ешь. Завтра надо будет катить. Катить опять надо. О, что еще нового? Да ничего нового. Что, мы поужинали? Уроки. Уроки, уроки. В школу сборы. На завтра. В общем, вот этим занимаемся все. Я сейчас пошла. Хочу закрыть все-таки теплицы. Как-никак, еще не лето, весна. Хотя сегодня, конечно, выведала погодка. Слива тоже зацвела эта маленькая. Вот. Такие дела. Будем. Как утром открывали. Сейчас все то же самое. Все то же самое обход. Ага. Ну, я уж не буду вас мучить. Сейчас с вами попрощаюсь. А нет, сначала вам покажу, как Матвей сделал тепличку. Он хорошо сделал. Говорит, даже там дорожки подмел. В общем, все мне приготовил. Завтра с утра пойду. Ой, с утра, говорю. С утра на работу пойду. Не с утра. Чтоб в 11 уже, после 11 пойду. Досажу помидоры. Вот. Остатки. Продам. И все. Аля Олю, как говорится. С помидорами закончится эпопея. Уходим, шуршим. Закрывай перчик вот этот. Давай. Помогай мне закрывать. Я буду тебя снимать. Мне так удобнее, чем ходить сама и закрывать. Это не закрывает на палку. Просто, просто. Все, все, все. Не откроется. Все, вот эту теперь закрой, сходи. Матвей, ну ветра ж такого изнутри-то нету. Не надо это делать. Ты сломаешь дверь. Дед все продумал. Она не откроется. Не переживай. Здесь у меня калина набирает свет потихоньку. Тут у меня отводки калины. Они тоже живые. Так что хозяйке надо отдать. Если хозяйка смотрит, пусть заберет. Калина точно прижилась. Спирея еще непонятно. Там спирея маленькая еще. Это невестка-то, которая сидит в этой баночке. Ну, она же позже почки открывает. Поэтому, а сейчас покажу. Я сначала как-то сделаю, потом закрою. Вот, поэтому. Вода, вода, я не помню, как они называются. Водомерки, да? Водомерки. Смотрите, как абрикос вечером смотрится. А что завтра холодно, что-то будет? Смотри, какой закат-то у нас не красный. Завтра похолодание обещает? Просто не красный. О, какая красота. Академик молодец. Да, что, верхушки, они отойдут потом. Вот. Вот это только надо убрать будет. Мусор там. Видите, сколько тканей он достал. Видите, они как оплетены были корнями. Это корни старых помидор того года. Вот как им не хватало питания. Мы с тобой убрали ткань. Сейчас у нас все. Ой, ну надо же. Мне такой давно не было. Только в самом начале была такая чистая тропинка. Ты ее скоблил, аж, ага. Скоблил. Нет. Ну вот, он мне землю натаскал. Пять телег, говорит, вошло. Вот. Так что завтра будем вот эти вот помидорки высаживать. Все, смотрите, взбодрились помидоры-то. Солнышко-то зашло. Сразу пободрее стали. Ой, лопата упала, Мателеха поставил к двери. Ну ладно, Мусоруш, я убирать буду. Он не догадался, что надо его съесть. Ой, в ящик в это пакеты выкинуть. Ну ладно, так молодец. Все сделал, что просила. Вот, отец думал сегодня навозную кучу начать рассаскивать. Проездили по магазину в итоге. Так и ничего не получилось. Потому что уже время подошло, уже монтировать надо. А сегодня, смотрите, какая луна. Почти полная, почти. Я успела посадить капусту на растущую луну. Как я вчера прочитала. Ну я не знаю, кто в это верит, да? Сейчас. Ой. На растущую луну садят овощи, которые будут урожай сверху давать, да? Над землей. Что такое? Индюк по стеклу клюет. Это что он там? Залез на кошка? Точно. А что ты тут делаешь? Тебя там никто не обижает? Ой, еще. Подруга. Подруга присла. Это девочки, кстати, да? Смотри, девочки. Прячется от мальчиков. Что ты хочешь? А к она не сме... Думаешь, а травинку захочется есть через стекло? Ага. Ну это уже тогда издевательство над ней. Так, Сандар, да ладно, не понимает. Не тупые, как говорится. Ай, колышки я все-таки написала. Я все-таки написала. Опа, опа. Мега тонечка. Все палочки поставила. Так что я не поленилась даже. Сил уже вообще не было. Но все-таки я это сделала. Корист. Какой-то корист цветная, что ли. Надо будет потом пакетики еще раз перебрать. Тут какой-то диперпл. По-моему, это цветная сиреневая головка. Вот хронос потом. Потом агрессор. Штук 10, наверное, его. Потом мегатон. Мегатона больше всего. Ну, он лучше всех, наверное, да? Рубинчик. Красная ранняя капуста. Да не, нет, грызут. Вот Настя ранняя и... Как же он называется-то? Тоже ранний. Ре. Ре. Видите, как я крупно написала? Я даже вижу в Реджинси. Вот как Реджинси. Это вот отсюда все раннее. Ну, то есть, как чинов так, сколько будет? Наверное, 12, да? Не знаю, не считал. Расстраивает меня манчжуриц. Ничего не понимаю, почему он на меня так и не... Не листья не выходит ничего. То ли усох, то ли что, не знаю. То ли выпрям. Чего такое? Ой, ну зачем ты их дразнишь? Подросли, молодцы. Так, ну ладно. Смотрите, уже начали цветочки с жимолости отпадать. Ой, мне такие вопросы вы пишете иной раз. Я прямо об этого не знаю. Написано, главное, скажите жимолость с ровными, длинными прутиками. Это имеется в виду, как понять. То ли имеется в виду ягода длинным прутиком, ну что длинная ягода, то ли, но написано с длинными прутиками. Вот, и не поняла вопрос. До сих пор он у меня висит. Меня, кстати, где видите, что я не отвечаю, значит, я не поняла вопрос, что хотят. Вот, и вот говорила вам с утра про абрикос Байкалова. Посмотрите, он первый год у меня сидит. Считаю, я его когда получила? Той осенью, что ли? Нет, наверное, той весной. Видите? Абрикос сибиряк Байкалова. И он уже заплодоносил. Ну, красавчик, да ведь? Дай Бог, чтобы рос. И вот это вот от Агросимфонда. Тоже многие спрашивают сорта жимолости. Как бы, что были и неосыпающиеся, и сладкие, и крупные. Так сейчас нынешняя селекция только такие предлагает, друзья мои. Поэтому зайдите просто в любой из этих сайтов, там описание, то есть там, ну, уже определите под себя, какую высоту куста вам надо. Там они буквально отличаются, там, может, на сантиметров 30, но все равно выберите. А вот потом по форме ягоды выберите. Они как бы, форма разная, но по сути все они сладкие, сейчас горькие, и не предлагаются сорта жимолости. А вот, кто хочет более позднюю, да, то есть это канадцев надо брать. Ну вот как они поздние, то есть те осыпаются, вот канадцы зацвели только, вот видите, канадские стоят. Вот этот канадец, этот канадец у меня, этот, но они тоже уже цветают. Вот видите, видимо, такая температура их способствовала. А так они, вот это бореалы, сейчас скажу вам какой-то бореал, вот жимолость бореал, близзард. Бореал близзард вот это вот, видите, сколько цветочков на нем нынче. Вкусняцкая, крупняцкая ягода. Смотри, я говорю, канадцы должны позже цвести, да, а они цветут вместе с этими практически. Ну только вот они еще не опадают, цветочки у них, а у тех уже опадают. То есть вот обычная вот эта вот жимолость, видите, у него сколько цветочков уже на полу, потому что она, ну уже все, заканчивает в общем цветение. Вот они все мои кустики. Понятно, что я их тут, как сказать, на выживание садила, но это были все мои кустики, которые я из семян. То есть вот это вот так полоса, там полоса, да, это все были кустики из семян выращенные. Мне их по сути не жалко было, у меня их было биллионы, одна штука называется. Я их много продала, много отдала. В общем избавлялась как могла, но все равно сколько-то осталось у меня. Они из семян не все сладкие, сразу скажу, потому что идет раздвоение от этих признаков. Вот Алеша. Так он повозил, маленько навоз-то. Точно повозил, я ему сказала, в малины вези. Повозил все-таки, значит, навозик маленько он успел. Ну и вот, короче, расщепление есть, поэтому есть ягоды. Тут и горькое у меня появление, но это даже хорошо. Варенье из горькой ягоды даже вкуснее. Вот, а так, так вот так. Видите, поэтому их так много. Опять стучат крыльями, а не крыльями. Аж напугали меня, я думаю, что это стучит. Ой, дед сегодня у нас маленько повозил этот тяжелый агрегат. Но сказал, нет, у себя Алеша сам тут возится, потому что утоптали же все, с телегой вонзали по полю. Его надо это поле разбивать, битый час ездит туда-сюда, чтобы разбить хорошо землю. Так, пока видите, какими комками. Ну, а вообще, надо сюда еще натащить сначала навоз, потому что весь навоз, весь перегной отсюда вывезли ребятишки мне в теплице. Все, что складывали. Ну, где было брать? Потому что еще не оттаяло нигде больше, кроме как на поле. Да, тут ничего не видно, что ты меня с камерой сюда ведешь. Темнотища. Ну, вообще, я его прошу, конечно, чтобы он сейчас вот это, то, что с сеном, убрал в малину, а потом уже начал поскорее сюда возить, чтобы быстрее нам посадить. 9 числа прям картошку постараться. Морковь. Ну, нынче как получается? Смотрите, вот я капусту вот сюда посадила. У меня здесь была в том году морковь. То есть, как бы, чередование у меня все нормально прошло. Там был лук, я посадила капусту. Здесь была морковь, я посадила капусту. Вот, и вот этот край, то есть, я оставила. То есть, можно было, в принципе, еще капусту наляпать, да? Но у меня ее нет больше, во-первых. Во-вторых, мне не надо больше. Вот, поэтому краю пойдет свекла. То есть, будет на всю длину свекла. Вот. А получается, вот там, видите, что с баем? Это бай-абрикос. Он у меня весь вымерз. Прямо я его вот так вот скосила в том году. Весь замерз. И он от боковишек пошел. Надо тоже сейчас прореживать ветки будет. Буду смотреть, как его обрезать правильно. Весной это не делала, чтобы камень течения не было, когда активное сокодвижение. Но вообще-то зацвел. Будут ягодки хотя бы несколько. Хоть так спасли. Вот. Капусту маленькую нынче высадила. Все хорошо приживется, должна. Вот. А морковку буду здесь пускать. Потому что здесь все равно у нас толком картошка не получается. Будет морковка, значит. Вот. Поэтому вот так. Картошки совсем мало. Маленький пятачок картошки. Ничего. Ничего страшного. Выживем как-нибудь. Покупать будем? Что сделаешь? По осени, в принципе, не накладно. Нормально. Мы, считай, покупали там картошку. Ну, нормально. Мешок купишь. И, в общем, надолго достаточно. Даже на нашу семью хватает. Ну, так. У кого-то лишнее. Где-то мелочь чистили тоже. Ну, что сделаешь. Раз захотели сад. Ну, по крайней мере, я захотела сад. Мне так интереснее, чем картошку ходить смотреть. То, в общем, вот так. Ну, кстати, многие по соседству тут тоже. Тетя Ирина, тоже там две грядки. Те соседи, говорит, мы тоже две грядки посадили. Потому что дети разъехались. Никто не ест. А вот. И, в общем, вот так. Все меньше и меньше. У этих соседей тоже, по-моему, не очень много картошки. Как бы такой сад больше сделан. Там вообще у нас, из окна, смотрю, просто там один газон. И собака на полу участка гуляет. Вольер большой. То есть, как бы вот так. Люди картошку стали покупать в последнее время. Видимо, не хотят этим заниматься. О, кстати, я цветы-то выставил. Ничего не занимался. Ну, хотя бы тепло будет. Не значит еще. Я надеюсь, не придет больше такое похолодание, чтобы замерзло что-то. Фу, ладно. Наболтала вам. Алеша сейчас ругаться будет. Скажет, зачем такой длинный ролик сделала. Монтировать полгода буду. Так, давай ты здесь иди, закрывай. А я там, наверное, там. Сейчас проверю. Я еще не закрыла ли? Или я закрыла? Подожди, матвьюка. Сейчас проверю. А, нет. Все, иди там. Я здесь пройду. Ой, чипленок мой стоит. Ой, чипленок стоит. Ой, какая хохма-то с дивой. В общем, сажусь давить. Она меня так пугает всегда. Сяду на стульчик, потом так голову опускаю, а она у меня между коленями голову на меня так смотрит. То на доильный аппарат этот смотрит, как коровы жамкает он туда-сюда. Ой, вообще не могу. Вот, стал иметь манеру, подо мной прямо или рядом со мной сядет и сидит. Такая даю. Никуда она в зине. Дайди в охоту. Вот. Ну ладно. В общем, такие дела. Не будем дальше болтать. Давайте до завтра. Завтра поболтаем. Всем всего доброго. Пока-пока.